Продолжение следует... Продолжение следует... Выберем Sharpie стандарт 16 каналов, нажмем на кнопку Apply. Сдублируем прибор с помощью комбинации Alt стрелочек вправо. Десять раз распределим эти приборы с помощью макрокоманды галочек вправо на 10 метров. Спозиционируем их в центр мира с помощью команды C-MALA и сдвинем их по позиции Y на 5 метров. Поднимем их на высоту 6 метров. Размер комнаты, чтобы мы приборы видели, установим 12 метров. А центр мира установим на пол нашей комнаты. Спозиционируем наши приборы на 8 метров и сдублируем наши приборы по оси Y. Для этого нажмем кнопку Duplicate и нажмем комбинацию Ctrl-2. Мы увидим, что LightCover создал зеркальное отображение наших приборов и добавил их симметрично, относительно выбранных по оси Y. Теперь с помощью выделения правой кнопки мыши выберем нужный нам набор приборов и поменяем тип наших приборов. Для этого откроем каталог приборов. Наберем опять Sharpie и поменяем тип приборов на Sharpie Wash Standard 20 каналов. Нажмем на кнопку Apply. Таким образом мы сменим тип наших приборов и увидим, что теперь наши приборы находятся в разнобой. Таким образом очень быстро и просто отсортировать приборы и получить контроль над их местоположением в пространстве. Для этого выведем проект наших приборов в Microsoft Excel. Для этого нажмем на кнопку Excel Export. LightCover сформирует табличный документ Microsoft Excel, который выведет все значения из списка приборов. Это пользовательский номер, патч, информация о названии прибора, группа, слой, на который мы добавили информацию о фильтре, его патч на DMX слой, свойства, лазер, уникальный идентификатор по базе данных, позиции по осям XYZ, направление, вращение, матрица экстра, позиции в окне 2D, сдвиг объектива и так далее. Теперь мы можем с этим списком работать как с обычной книгой Excel. Первая колонка под названием NUM означает нумерацию приборов внутри проекта LightCommerce. Поэтому первую колонку мы трогать не будем. Все процедуры сортировки мы будем производить внутри списка, кроме первой строчки заголовков нашей книги. Выделим все наши приборы, перейдем в закладку данные и выберем раздел сортировка. Для начала отсортируем наши приборы по названию, то есть по столбцу E в порядке увеличения названия. Мы увидим, что наши приборы стали отсортированы по типу. Теперь внутри каждого типа, выделив соответствующие ячейки, мы можем работать с сортировкой их по оси X, Y и Z. Отсортируем наш прибор сначала по оси Y, то есть по полю N. Далее добавим уровень сортировки, отсортируем их по оси X по столбцу M. Нажмем на ОК. Теперь мы увидим, что наши приборы сначала отсортированы по оси Y и по оси X. Тоже самую операцию проделаем с приборами типа WASH. Вызовем мастер сортировки. Отсортировываем наши приборы сначала по столбцу N, то есть по оси Y, далее по столбцу M по оси X. Таким образом мы очень быстро отсортировали наш список приборов и можем работать с ним дальше. Далее мы можем применить наши знания для установки User ID, который может быть абсолютно произвольный, такой какой у нас забит в пульте управления, либо в других моментах. изменить группы приборов и осуществлять абсолютно все операции, которые нам необходимы для корректной работы с нашим проектом приборов. После того, как все изменения были сделаны, мы можем импортировать этот проект обратно в LightConverse. Кроме сортировки и установки User ID и групп, мы можем также работать с патчем. Например, мы можем дать DMX патч по входящему потоку для приборов, если мы знаем количество каналов, введя нужный универс и нужный адрес. И так далее. Но этим мы будем заниматься немного позже. После того, как мы внесли все необходимые изменения, открываем обратно окно LightConverse, не закрывая окно Microsoft Excel, и нажимаем на кнопку Import. После этого LightConverse попросит подтвердить ввод и добавление приборов, потому что после этого LightConverse заменит тот проект приборов, который у нас есть в базе данных, на новый проект приборов. И мы увидим, что приборы уже зашли по порядку с сортировкой по оси XYZ, по типу, с уникальными пользовательскими номерами, с патчем, с группировкой и так далее.